И мы внедряем новые технологии, стационары, замещающие технологии. В чем они заключаются? Есть те наши получатели услуг, которые проживают постоянно в стационаре, и такие особые детки, как вы увидите сегодня здесь, в этом интернате. А есть детки домашние, которым тоже нужен внимание, подход, квалифицированная помощь. Есть граждане, которые получают наши услуги пожилого возраста. Тоже мы затронули ряд наших учреждений, которые реформировали. В связи с этим мы создали 11 отделений дневного пребывания для инвалидов и пожилых граждан, реформировав 11 учреждений, и 7 школ ухода. Что мы сделали? Мы посмотрели на наши учреждения немножко другими глазами и поняли, что на сегодняшний день наполняемость учреждения пожилого возраста уменьшается. Но мы понимаем, что нужно сохранить базу, мы понимаем, что нужно сохранить наши кадры квалифицированные. И при этом понимаем, что у нас есть те неохваченные детки домашние, бабушки, инвалиды, которые находятся дома, и которым нужна тоже такая же помощь квалифицированная. Поэтому мы открыли двери наших учреждений и создали вот такие отделения, которые сегодня в общей инклюзии занимаются, общаются, социализируются и в то же время получают квалифицированную помощь, которую умеют наши сотрудники оказывать. То есть они работают с такими категориями каждый день. А теперь просто дверь наше учреждение, слава богу, в кафедре закончился открытой, и мы приглашаем в наше отделение дневного пребывания для пожилых и инвалидов. Для этого государством было выделено 50 миллионов рублей для оснащения отделения дневного пребывания. То есть для каждого отделения было приобретено транспортные средства с подъемником, как вы видите, вот сейчас стоит на улице, чтобы если тот или иной получатель услуг маломобильный, чтобы его спустили, доставили. То есть наконец-то нужно обратить внимание и заняться тем, что наши граждане не могут спуститься, не могут куда-то попасть в учреждение. А вот эти первые шажки, которые мы делаем в этом году, я думаю, что мы это будем развивать и дальше, потому что охват таких граждан очень велик. Но просто попробовать это, начать с чего-то, вот это как раз 22-й год, тот год, когда мы начинаем вместе работать непосредственно с нашими получателями, как которые проживают в интернатах, так и те, которые живут за стенами.